На пляже детей далеко не отпускать, без присмотра, не распивать спиртные запитки. С этого сегодня начался рабочий день сотрудников полиции. В Анапе стартовала акция «Кубань. Территория безопасности». Памятки с простыми правилами безопасности на все случаи жизни. Многие отдыхающие приезжают в Анапу за черноморским загаром. В итоге получают ожоги. В памятке рекомендации медиков. Не стоит находиться на солнце слишком долго, особенно днем. Старайтесь использовать специальные крема, пить больше жидкости и чаще находиться в тени. Осторожность необходима и на воде. Полиция предупреждает, не заплывайте слишком далеко от берега и следите на отдыхе за детьми. Внимательнее стоит относиться и к бесхозным вещам. Сумки, оставленные без присмотра, пакеты и даже плюшевые игрушки. Если вы нашли такую вещь, нужно обратиться к сотруднику полиции. Ни в коем случае не пытайтесь осмотреть предмет самостоятельно. Мы проявляем бдительность, естественно, на оставленной коробке, сумке, ну, впрочем, даже на контингент. Поэтому тоже стараемся проявлять бдительность. Патрули на улицах Анапы – это тоже вопрос безопасности гостей и жителей города. Специфика курортов и в том, как сотрудники полиции пресекают правонарушения. В большинстве случаев бывает достаточно разъяснительной беседы. Вечером гуляем с детьми, очень много патрульных отрядов ходят. Ребята, кто-то, если в каком-то нехорошем виде, то есть они с ними разговаривают, никаких не применяют, каких-то там, как телесных, как бы это. Просто спокойно разговаривают, уложительно очень. Ребята все грамотные, все как бы обученные. Нам очень нравится, то есть подготовленная, скажем так, подготовленная. Ну, на высшем уровне, я считаю, да. Памятки и наклейки на стекло вручили и автолюбителям. Их главное правило – не торопиться на дороге и соблюдать правила движения. Ведь сэкономленная минута может стоить чьей-то жизни. Полиция напоминает – наша безопасность зависит прежде всего от нас самих. Нужно сохранять бдительность и быть осторожными всегда. Тогда и отдых на море станет ярким и запоминающимся.